Девушки отдыхают Девушки отдыхают О работающих студентах В продолжении темы И другие интересные новости Студенческой жизни Смотрите прямо сейчас Годы учебы в университете Продовольствия пролетели быстро И вот без пяти минут молодые специалисты Пытаются воплотить в жизнь Все полученные навыки Можно сказать, что будущее белорусской промышленности В хороших руках Отправляемся на производственную практику Александр Кириленок Практику на Магатексе Проходит меньше месяца Но за это время Уже успел произвести Несколько сотен метров текстиля Это ткань, которую мы печатали Буквально пару дней назад Здесь испытывается новый ассортимент Краски Новый состав Сейчас он ждет проверки Испытания на прочность Девушки практику проходят В производственной лаборатории Лиза, например, готовит краску Выбирать ее оптимальный химический состав Важно, что опыты студентки Ставят на новом оборудовании Но это требует особых навыков Нужно и специальной компьютерной программой владеть И в технологии работы аппаратов разбираться Как видим, у наших героев С этим все в порядке Здесь на этих компьютерах Рассчитывается расход красителей И уже здесь происходит приготовление этих красителей Лаборатория – это производственный процесс в миниатюре Прежде чем тысячи метров ткани будут окрашены в цехах Технологию надо опробировать здесь При разных температурах и на разных тканях Если мы будем использовать интенсифицирующий агент Который также обладает бактерицидным свойством То есть мы сможем исключить заключительную стадию отделки Антибактерицидность придания Также понесить температуру украшения до 100 градусов Ну и повысить коэффициент выбираемости То есть это все еще на стадии разработки Мы этим занимаемся Вот так на не совсем доступном, не посвященном обывателям языке Лена объяснила, как собираются модернизировать производство Технологии химических волокон – специальность редкая В Беларуси таких специалистов готовят только в университете продовольствия Сейчас уже на каждом из нас можно найти очень много химии Если практически не 100% нашей одежды Но вот как раз таки выпускники по этой специальности готовят исходные материалы Те волокна, из которых потом делают и ткани, и материалы, и много-многое другое Получив такую специальность, найти ей применение можно во многих сферах От высокой моды до космонавтики Потому те, кто стал или собирается стать химиком-технологом Без работы точно не останутся За прошедшие две недели в мире произошло огромное количество событий И студенческая жизнь не исключение Университетская красавица В 17-й раз в преддверии Международного женского дня Могилевский государственный университет имени Кулешова Организовал конкурс красоты Семь девушек, каждая с гордостью представила свой факультет Визитку под названием «Прикоснись к Беларуси» Красавицы приурочили к году гостеприимства И рассказывали о знаменитых местах нашей страны Вспомнили студентки и юбилей Аркадия Кулешова Художественным чтением его стихов А еще зарекомендовали себя как хорошие хозяйки и творческие натуры Презентовали национальные блюда Исполняли национальные песни И показывали национальные танцы А теперь внимание тех, кто только собирается вступить в ряды студентов Третий и последний этап репетиционного централизованного тестирования Начался в Могилеве Он пройдет с 16 марта по 27 апреля В пунктах, расположенных в Могилеве, Бобруйске, Горках и Климовичах Генеральная репетиция по каждому с 14 предметов Будет проводиться в воскресенье Найти лучших, выбрать из самых достойных И пригласить в свое учебное заведение для получения высшего образования Академия управления при президенте Республики Беларусь Продолжает масштабную программу по поиску и подготовке будущих госслужащих На днях представители вуза посетили Могилевскую гимназию номер 3 Преподаватели рассказали будущим абитуриентам Про особенности обучения своей Айма Матер И пригласили попробовать свои силы на вступительных экзаменах А сейчас немного лирики В Могилеве прошел фестиваль хоровых коллективов В хоре главное, если накосячил, посмотреть с укором на соседа Миша сразу видно в хоровом пении, ты не специалист Но я это сейчас исправлю Смотри Хор филиала Академии музыки шлифует последние ноты перед выходом Через несколько минут они выступают на закрытии фестиваля Полтора десятка певцов оставят за дверями свое соло И станут единым голосом хора Ну, можно, наверное, провести параллельно с каким-то спортом Потому что это как командный вид Ты должен постоянно чувствовать плечо друга Постоянно быть во внимании, слышать, что поют рядом с тобой стоящие И смотреть на дирижера Академия, конечно, не самая важная партия Но в создании гармонии, конечно же, играет тоже очень важную роль Элитарное, но не закрытое искусство Хоровое искусство является особенным потому, что именно каждый может выразить себя именно в коллективе Но, тем не менее, вся эта индивидуальность заключается в коллективном исполнении Каждый фестиваль для молодых, но уже опытных музыкантов За плечами которых многочисленные конкурсы и награды до сих пор как мастер-класс Не только музыкальных, но и человеческих отношений Хор — это единый организм, это одно целое Каждый в отвесе за результат Мы все делаем одно дело Но хор — работа, вне ее у каждого с музыкой свои отношения Вы, девушки современные, слушаете, наверное, не только классическую музыку, но и современных исполнителей Кто у вас из любимых? Андрея Бачели, Кристина Агилера Абсолютно не слышу музыку в наушниках Очень часто так бывает, что дома пуста, без музыки Отдыхаешь, отдых нужен, естественно Участники фестиваля получают дипломы и новый опыт Зрители эстетическое удовольствие от того, что прикоснулись к музыке уникальной, рожденной самим человеком И в продолжение музыкальной темы «Немного джаза» Юбилейный концерт джаз-сити-бэнда прошел в Могилеве Кстати, джаз не стареет уже лет сто Например, шведский коллектив «Мовец» в своем творчестве смешивает свинг с хип-хопом Наши музыканты тоже не отстают от шведов Смотри и слушай За последние пять лет джаз-сити-бэнд из пробы музыкального пера превратился в настоящий музыкальный бренд города Их участие в празднике – гарантия хорошего настроения А их многопрофильность объединяет и любителей поп-музыки, и поклонников традиционного джаза У нас есть программа джазовая, у нас есть кавера, у нас есть хиты кинофильмом То есть, грубо говоря, часов 6-7 игры у нас есть Ну, они ребята позитивные такие Эмоции от них прут, поэтому их все любят Не какая-то стандартная просто музыка Ребята полностью выкладываются на 100% Вот мы их на свадьбу к себе зовем Они оригинальные, в них чувствуется энергия, драйв Я их раньше видел на Ленинской Они мне очень понравились, свои артистичные все Но главное приобретение этих пяти лет не только привитый служителю впуск музыки, но и надежный тыл на сцене и в жизни За моих неполных 34 года Пять из них, последних было, конечно, прожито совершенно счастливо в компании вот этих замечательных людей из моего коллектива Вот, один из них явный лидер, конечно, Евгений Но все мы, в общем, по-своему хороши Чем вы гордитесь, Евгений? Лично вы? Я горжусь тем, что я в первую очередь играю здесь, в этом коллективе замечательном И являюсь его неотъемлемым, и я надеюсь счастью И это здорово, это меня радует У нас объединяет большая дружба Наверное, поэтому мы вместе пока что и добиваемся этих, как бы, своих высот Ребят, спасибо, что вы у меня есть, и мы друг у друга есть Миш, меня всегда интересовал один вопрос Может быть, ты мне подскажешь? Давай, вопрос личный? Скорее, общественный Из твоих однокурсников многие подрабатывают? Примерно половина Но я считаю, что работать нужно Свои деньги – это свои деньги Я думаю, со мной согласны телезрители Только два стимула заставляют работать людей Первое – это жажда заработной платы Ну, а второе – это боязнь ее потерять Так сказал великий Генри Форд Ну, а что заставляет работать студентов? Он ничего не сказал Поищем ответы самостоятельно Если твое образование связано именно с твоей подработкой То да, это определенный опыт Ну, чтобы убить время Ну, я так делаю Что-то они не хотят Ступенье не хватает Ну, не совсем Может, не хотят обременять родителей Хотят получать свои какие-то денежные средства И существовать Особенно милые, красивые девушки Сейчас очень много их Как бы и надо уделять им внимание Не зависит от родителей Свой бизнес этот человек Начинал в конце 80-х годов прошлого века Одной из его первых фирм Был кооператив «Уют» Занимающийся производством детских игрушек из полимеров Угадай, мешаком я Ань, я знаю эту историю Игрушечных пупсов делал Роман Абрамович А наши журналисты тоже нашли несколько интересных историй о том, как студенты работают И тоже с пупсами Маша Историк по будущей профессии Воспитатель по призванию В детском саду номер 40 работает полгода В ряды тружеников вступило не сколько из-за денег, сколько из-за желания себя реализовать К тому же есть достойный пример Мама Маши тоже работает в детском саду В принципе, на катом курсе, это мы немножко учимся, немножко работаем То есть мы адаптируемся уже к работе, хоть как История – это хорошо Историком можно работать В саду тоже, в общем-то, все профессии хороши И историк, и в воспитательском саду Я не скажу, что где-то лучше, где-то хуже работать То есть можно применить себя и там, и там С малышами Маша и еду готовит, и чай пьет, и в развивающие игры играет Так и самой недолго в детство впасть, но не все так просто Дети маленькие у нас, она самая маленькая, которая только приходит в садик Тем не менее, Маша всерьез задумывается над тем, чтобы из историка превратиться в дневную маму Я достаточно к нему очень сильно привыкла за эти полгода Это что, даже если космоса, идти на другую работу, я даже их не знаю Я привыкла, мне уже даже хотелось бы их, возможно, даже выпустить Есть места, где можно заработать больше, но мы работаем здесь Поэтому, ну, это призвание Раз, два, три Добрый вечер всем любителям спорта В эфире программа «Спорт за неделю» У микрофона Илья Соболев Илья Соболев – радиожурналист И, как вы уже поняли, студент Кстати, тоже будущий журналист Учебу и работу на областном радио совмещает уже 4 года Сначала, конечно, как нештатник я работал в будни, не после 6 Эти мне темы отдавали, но и те, которые выходные дни Но потом уже, в принципе, стали потихонечку доверять и втянулся У каждого журналиста есть своя сфера, в которой он как рыба в воде Свою волну поймал и Илья А спорт, опять же, из-за того, что коллектив в основном женский, особо так никто не освещал Ну, а мне эта тема была близка, и поэтому я взялся за нее Я не могу сказать, что делаю только это, но процентов, наверное, 70 моих материалов – это именно о спорте Молодой журналист пишет, на социальные темы освещает культурные мероприятия А еще он – человек-опрос Вопрос в этой форме, мне кажется, самая сложная Иногда из десяти только одного человека можно записать И особенно, когда именно ты только пришел на радио, и тебе дают опрос, то как-то немножко даже падает где-то самооценка И понимаешь, что еще расти и расти, чтобы найти к людям какой-то подход О, великий день зарплаты! Его с нетерпением ждет каждый, а работающий студент особенно Всегда, конечно, ждешь зарплаты, но и привык радовать всегда какими-то подарками и близких друзей, и девушку Так что, я думаю, как раз-таки все эти деньги уйдут на ближайшие праздники Как видим, применение своим способностям студенты ищут в разных местах, но объединяет их стремление не сидеть на месте Так что ищите себя, самореализовывайтесь и зарабатывайте деньги А на сегодня у нас все Увидимся ровно через две недели В это же время на этом же месте Мы обещаем, будет классно Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok